Ветерана АТО Игоря Мазура, задержанного в Польше в ближайшее время, должны исключить из розыска Интерпола, сказала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, Министерство внутренних дел обратилось в организацию и сейчас ожидает решения. Ранее в МВД сообщили, украинца задержали не на основании красной карточки, а по запросу России. Так Кремль злоупотребляет уставом Интерпола. Учет Интерпола и взаимодействие с Интерполом ведет Министерство внутренних дел Украины и у них это сейчас на контроле. Мазур должен быть снят в ближайшее время с этого учета. Еще в субботу они подали представление в связи с этим и ожидают в ближайшее время, что генсек Интерпола примет соответствующее решение. Игоря Мазура задержали 9 ноября в Польше, куда он ехал по приглашению экс-спикера Сейма. В международный розыск Интерпола его объявила Россия якобы за участие в боевых действиях в Чечне. Украинец-активист и участник революции достоинства воевал на Донбассе и работает главным специалистом секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Мазура отпустили на поруке генерального консула Украины в Люблине. Встреча в нормандском формате ускорит решение всех вопросов по Донбассу. Об этом сказала пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Дарка Алифер по итогам заседания в Минске. По ее словам, сегодня сняли все преграды для нормандской встречи на самом высоком уровне. Последними шагами было разведение войск в станице Луганской, Петровском и Золотом, сообщила Алифер. Шантажировать Украину Газпрому не удастся. Украина и страны Евросоюза подготовились к возможной приостановке транзита газа через газотранспортную систему Украины после завершения действующего контракта между Газпромом и Нафтогазом. Об этом заявил председатель украинской компании Андрей Коболев. Он сообщил, что на начало отопительного сезона запасы газа в украинских подземных хранилищах составляли 21,7 миллиардов кубометров. Это рекордно высокий уровень по оценкам Нафтогаза. Такие запасы позволят Украине пройти весь отопительный сезон без проблем. Украина к такому сценарию готова. Европа сделала то же самое. Рекордные 100 миллиардов кубических метров в хранилищах Европейского Союза. То есть все подготовились и все понимают, что Газпром может с большой вероятностью по политическим мотивам не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас, так и европейских потребителей. Я думаю, что такой сценарий им не удастся. Две земельные акции под Верховной Радой. Вышли около тысячи активистов. С одной стороны, аграрии, фермеры, землевладельцы требовали права свободно распоряжаться своими паями. С другой, требовали не продавать землю иностранцам. У меня есть свой пай. Я сотрудничаю с аграрной компанией, живу в деревне. Если ситуация не изменится, то все села пропадут. Нужно что-то менять. Очень много теневых продаж и теневых схем. Это нужно прекратить. Я хочу сам распоряжаться своим паем. Или обрабатывать, или продать. Но продавать его нужно по хорошей цене. В соседней Польше стоимость 5-6 тысяч долларов за гектар. В Швейцарии 60 тысяч долларов за гектар. У нас около тысячи евро. Мы против внедрения продажи земли в том виде, который нам предлагает власть. Против продажи 200 тысяч в одни руки. Против продажи земли иностранцам, юридическим и физическим лицам. На данный момент власть не слышит людей, которые живут в селе. Мы видим, что на протяжении 10 лет в села зашли агрохолдинги, которые берут в аренду эти земли. Мы видим, как уничтожаются села. Законопроект об обороте сельскохозяйственных земель, по которому 1 января 2020 года отменяется мораторий на продажу земли, еще вчера планировали поставить в повестку дня пленарного заседания. Пример министр Алексей Гончарук даже перечислил ряд дополнительных законопроектов, необходимых, чтобы он заработал. Однако вечером выяснилось, голосов даже для первого чтения не нашлось бы. Во фракции не исключают, что после доработки законопроект может появиться в повестке дня на этой неделе. Президент предлагает именно такую модель. Сначала украинцы по иностранцам решают референдум. Но в существующих законопроектах нет такой позиции. Ее нужно вносить между первым и вторым чтением. Касательно объема, исходя из новых обстоятельств, нужно также вносить корректировки, потому что если у украинских компаний такой потенциал, 200 тысяч может потянуть лишь несколько компаний. Открытие новых железнодорожных маршрутов и обновление подвижного состава «Укрзалезнити». Кроме того, в следующем году Министерство инфраструктуры планирует электрифицировать 110 километров путей для ускорения движения поездов. Об этом профильный министр Владислав Криклей заявил в Харькове. По его словам, по Украине запланировано 7 новых маршрутов. Также планируются маршруты в ЕС и Беларусь. В Мининфраструктуре обещают улучшить уровень сервиса и комфорта для пассажиров. Также министр заявил, что следующий год станет революционным в плане обновления автомобильных дорог. Наша амбициозная цель в следующем году построить в Украине свыше 4 тысяч километров дорог. Кроме этого, до конца года мы планируем запустить в пилотном режиме электронную товарно-транспортную накладную и электронный кабинет перевозчика. Это также позволит убрать некоторые коррупционные барьеры, которые не добавляли удобства в бизнес-среде. 50 народных депутатов в Украине прошли обучение государственному управлению у преподавателей Стэнфордского университета. В том числе своими знаниями поделился один из самых известных в мире политологов, директор Центра демократии, развития и верховенства права Фрэнсис Фукуяма. Во время встречи с журналистами он рассказал о том, что народные депутаты не только слушали лекции, но и должны были найти решение для проблемных украинских вопросов в сфере борьбы с коррупцией, институциональной реформы, монетарной политики. Это огромный шанс для страны, когда появляются новые лица в парламенте. Мы работали здесь с многими молодыми лидерами и уже проводили такие курсы лидерства в Украине. У этих людей большой потенциал, поэтому у меня есть надежда, что впереди у вас положительные изменения. Тренинги по оказанию домедицинской помощи для учителей. Занятия проводят парамедики, которые спасали раненых в зоне боевых действий на Донбассе. В Днепре такие курсы проводят второй год. За это время сертификаты получили полторы тысячи педагогов. Можете поставить у себя четыре обозначения и записать C-A-B-C. Первая буква С. Это критические кровотечения. Парамедик Сергей Федоров рассказывает основы оказания домедицинской помощи. За партами школьные учителя внимательно слушают и конспектируют. Это очень важно, потому что мы непосредственно находимся рядом с детьми. И переменки, и, допустим, те же прогулки. Все, что угодно может случиться. И мы должны в первую минуту оказать посильную помощь, пока приедет, допустим, даже скорая помощь. На тренинге 40 учителей из разных школ Днепра. За день должны освоить много материала. Как остановить кровотечение, восстановить дыхание, оказать первую помощь при сердечно-сосудистой реанимации, а также при инсультах, судорогах и потере сознания. Мы составили так программу. В нее включили все пункты, которые чаще всего могут случиться с людьми на улице, причем не только взрослыми, но и маленькими. Сначала педагоги слушают теорию. Накладывается только на конечности. Все это понимают. На шею нельзя мотать. Затем приступают к практике. Пытаются сами себе наложить жгут, чтобы остановить условное кровотечение, проверяет инструктор. Чуть пробивай. Надо было сильнее. Можно снимать? Еще сильнее. А мне нельзя. Следующий этап – сердечная реанимация. Учителя должны сделать массаж сердца и воспользоваться портативным дефибриллятором. Он вас просит наклеить на человека так, как нарисовано на картинке. Проводить реанимацию учатся на специальном манекене. Это единственное место, где я могу получить практику, которую, не дай бог, но если придется применить в жизни, я смогла это сделать. За два года парамедики обучили полторы тысячи учителей. В некоторых школах прошли тренинги и получили сертификаты все педагоги. Все занятия организованы для учителей и для всех работников школы. Они должны быть. Даже технические работники, библиотекари – все должны получить такие знания и иметь такой сертификат. Для учителей тренинги проводят бесплатно. До конца учебного года госпитальеры планируют обучить еще полтысячи педагогов. Наталья Гусу, Владимир Штенгелов, Днепро, ЮАИ-ТВ. Оперативное обновление новостей на сайте телеканала ЮАИ-ТВ. Спасибо за интерес к Украине. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова